Витас Самый загадочный певет шоу-бизнеса редко кого пускает в свою семью. Но для «Ты не поверишь» делает исключение. Впервые на экране его младший сын, которому на днях исполнится три месяца. Родился и смотрит в мамины глаза, да, незабываемое ощущение, которое, к сожалению, я не могу прочувствовать. Это безумное счастье, безумное счастье для каждой женщины. Последние месяцы Витас как будто сам был в интересном положении. Он ни на шаг не отходил от беременной жены Светланы. И Новый год встретил не с бокалом шампанского и тарелкой Оливье, а в роддоме. Супруга, с которой он вместе 16 лет, прямо под бой курантов, подарила ему наследника. Можешь себе представить, а? Я же говорил, что я безумный человек. Ребенок мой родился, ты не поверишь, 31 декабря. У девца уже есть старшая дочь Алла, а мальчика, как не назвать, Максимом. Хотя Витас уверяет, это совпадение, и Примадонна здесь совсем ни при чем. В течение 50 минут мы определились с именем. На кого похож ребенок, пока судить рано. Витас надеется, что на маму. Ведь старшая дочь Алла вся в отца. Но родственники уже сейчас говорят, мальчик, копия папы в детстве. Те же глаза и пухлые щеки. Попробуйте угадать, где сын певца, а где сам Витас, то есть Виталик Грачок. Когда родилась Алла, ну вылитый я, вылитый, вылитый. Вот две капли воды. Когда родился Максим, очень сильно был похож на Света. Витас признает, он парень сдержанный. Другие отцы рыдали бы от счастья, узнав о рождении сына. А он не выдавил из себя искупой слезинки. Ведь теперь у него в два раза больше ответственности. С меня уже эмоции не вытащишь. По одной простой причине я уже взрослый человек. А что нужно? Ура, кричать, что нужно? Подбрасывать ребенка и делать двойной тулуп с переворотом. И на шпага садится. И нянька из Витаса никудышная. Папа праздник дома бывает наездами. Зарабатывает деньги на гастролях. И по нескольку раз на дню звонит домой. Вот и сейчас интервью. Старшая Алла докладывает обстановку. Аленька, привет. Что делаешь? Печеньки кушаешь. Аллочка, скажи мне, пожалуйста, а что Максимка делает? Спит. Спит. Ну, хорошо. Ладно. Поцелуй его от меня. Скажи мамочке, что я скоро приеду. Свой 36-й день рождения, 19 февраля, Витас отметит далеко от семьи. Его ждут в Китае. Но артист не расстроен. Главный подарок он уже получил. Возвращаешься домой. Видишь свою семью. Видишь Максима, Аллу, супругу. Это самый главный подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова